Стратегический ресурс мирового океана. Для нашей страны омываемой 13 морями он всегда был важным, как источник пищи и как часть экономики. Учеными подсчитаны, рацион человека должен включать минимум 20-21 килограмм рыбы в год. В пересчете на количество людей на Земле уже очевидно, на всех не хватает. Если во многих частях планеты рыбы вылавливается больше того, что может воспроизвести природа, у России совсем другая ситуация. Во-первых, мы ловим рыбы вдвое меньше, чем разрешает наука. При этом потребление рыбы каждый год у нас в стране падает. Во-вторых, цены на отечественный морской продукт неоправданно высокие, а на прилавках зачастую импортная и далеко не всегда качественная рыба. Почему? Что не так с нашей рыбной промышленностью? И есть ли перспектива все исправить? В рыбопромышленном комплексе страны накопилось немало вопросов и проблем. Наша задача тщательно это все проанализировать, определить меры, которые будут способствовать наполнению российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукции. Решение именно этой задачи как раз люди от нас с вами и ждут. Это историческое заседание госсовета в октябре 2015 года. Попытки перезапустить механизм рыбной отрасли предпринимались и до этого, но главные проблемы оставались. Инфраструктурный голод в ключевых рыбных регионах, нехватка, а порой и полное отсутствие перерабатывающих предприятий, судоремонтных заводов, логистики – это наследие 90-х, когда рыба превратилась в экспортное сырье. Поэтому главная задача современной стратегии – вернуть российскую рыбу на российский берег. Вот объем рыбы, выловленный нашими рыбаками с начала этого года – 2,5 миллиона тонн. А это основные промысловые зоны. Дальний Восток. Здесь вылавливают 70% всех водных биоресурсов у нас в стране. Северо-западный бассейн – экономические зоны иностранных государств. На востоке – это территориальные воды Японии и Хендейр. На северо-западе – это Фарерские острова, Гренландия и Норвегия. Побережье Африки, Мавритания и Марокко. Ну и, конечно же, Черное, Азовское и Каспийское моря. В десятки мировых лидеров по добыче водных биоресурсов мы на шестом месте. А это данные за прошлый год. Морщероссийский вылов примерно 4,5 миллиона тонн. Две трети пошло на экспорт. Оставшаяся треть – на внутренний рынок, который, в свою очередь, на треть заполнен иностранным. При этом, очевидно, в таком массовом импорте водных биоресурсов наша страна не нуждается. Тем более, что мы явно не довылабливаем. Ученые подсчитали 8 миллионов тонн в год. Тот объем, который мы можем добывать, не влияет на естественное воспроизводство. Это вдвое большее, чем мы добываем сейчас. Я вам скажу, что в дальневосточном нашем бассейне киты и млекопитающие съедают ментая больше, чем вылавливает наша рыбная промышленность. Вот так, на всякий случай. Чтобы понимать влияние, которое оказывается промышленностью, человеком на экосистему. Все-таки океан и наши дальневосточные моря конкретно – это наиболее чистые, наиболее не пострадавшие сегодня морские системы. Камчатка – самый рыбный край России. Символ полуострова – медведица, держащая в зубах лосося, встречает вас неподалеку от аэропорта Елизова по дороге в Петропавловск-Камчатский. Эти места всегда жили и живут рыбалкой. Что привезли-то? Привезли. Ментая в основном 85 тонн. А мы там видели, большая рыба какая-то лежала еще. Помимо пойманного этим судном ментая, трески и камбала, Камчатка вылавливает рекордное количество лосося – горбуши, киты, нерки, кижуча, чивыча. Про последние две многие из вас наверняка ни разу и не слышали. Еще более удивительно – далеко не все пробовали эту рыбу и здесь, на Камчатке, где добывается треть водных биоресурсов Дальнего Востока – 20% от общероссийского вылова. Казалось бы, рыба здесь должна быть на каждом шагу. Не тут-то было. Ну а теперь такой вот камчатский парадокс. Для того, чтобы поймать вот такой вот тазик рыбы, вам здесь потребуется час, ну максимум полтора. Нам сегодня несказанно повезло. У нас есть и морской окунь, и вот, по-моему, терпух, и даже кита. Так вот, в Петропавловске, Камчатском городе, куда съезжается основная масса туристов, эту рыбу в свежем виде вы не найдете ни в магазине, ни в ресторане. Камчадалы даже грустно шутят. Мы здесь, в Петропавловске, Камчатском, ну и вообще на Камчатке, вынуждены покупать замороженную рыбу, как и вы, москвичи. И вот если вы сейчас думаете, что тут эта рыба дешевле, то вы жестоко ошибаетесь. Что у вас обстоятельно на рыбе? А рыбу-то дорогая, не знаю. И что, и сколько здесь она стоит? Риман, ты в курсе, что ли ментай на рынке? Рыбе там стоило, это 150 рублей килограмм. Так, вот это 100 рублей килограмм. А треска? Теска дороже, 250 рублей килограмм, а так сама тоже треска. Действительно, камчатский парадокс. Рыба уже здесь стоит дорого. При этом на полуострове нет прибрежной мелкой торговли свежей рыбы. В соседних Китае, Японии, Корее это на каждом шагу, а на Камчатке нет, как и на всем Дальнем Востоке России. А правда говорят, что здесь камчаталы сами только мороженую рыбить? Правда, потому что вся рыба проходит через заводы. И, как правило, переработанная рыба старается продавать, точнее, переработанную рыбу, потому что она дороже, чем просто свежая. Интересная история. То есть получается, что свежую, только что выловленную рыбу на Камчатке можно купить только у браконьеров. Решить эту проблему, по словам камчаталов, довольно просто. Я думаю, было бы хорошо это для маломирного флота. Маленький флот, типа ботиков, которые выходят, за воротами рыбу ловят. Если бы был такой тут рыночек, и на него свежую рыбу постоянно привозили, это было бы очень хорошо и для людей, и для города, и для рыбаков. Это бы убило браконьерство просто-напросто. Потому что смысла уже никакого бы не было. Во-первых, не было бы таких цен заоблачных. Сейчас килограмм чавычи у нас стоит, у нас на Камчатке, где она водится, 500 рублей. Килограмм чавычи стоит. Почему же это происходит? Полуостров, как говорит один из рыбаков, стоит на рыбе. Самой рыбы при этом население не видит, а если и видит, то, глядя на цену, отворачивается. Обратимся к главе Росрыбоводства с этим вопросом. Что сейчас делает государство для того, чтобы убрать эту парадоксальную проблему? Рынок, он как будто поделен между крупными, ну, может быть, не очень крупными, но средними компаниями. А вот тот малый бизнес, который удерживал бы цену на рыбу в нормальном русле, его туда не пускают, что ли? По сути, сейчас мы выстраиваем вообще новый облик прибрежки. Ведь у нас прибрежное рыболовство раньше с промышленным никак не отличалось и ничем не различалось. Но мы же видим, какая мировая практика. Это мелкие шхуны, это небольшие суда 20-24 метра, которые выходят на сутки надвое максимум и возвращаются вот со свежим уловом, который тут же, значит, организуется где-то стихийные рынки, где-то, конечно, губернаторы подключатся и будут создавать уже необходимые условия. По словам Ильи Шестакова, пилотный проект того, как это должно работать, запущен, но пока только в Сахалинской области, как эксперимент. Если за этим не последует рост браконьерства, а такие опасения тоже берутся в расчет, то опыт перенесут в другие рыбные регионы. Пока же закон проходит свою проверку на эффективность. Поможет ли он наполнить берег свежей рыбы по адекватной цене? Я могу сказать, что вот если брать и посмотреть цена, которая есть у рыбаков и по какой они продают, ну, это сыр и взять то, что продается в магазине, ну, это просто два-три порядка. Почему это получается? Давайте попробуем разобраться, как пока работает традиционный и очень нездоровый для российского рынка механизм ценообразования. Возьмем для начала лосось. Эта ценная рыба имеет большой спрос на зарубежном рынке, и первой, кто покупает, скажем, нерку или чавычу, будет не Дальний Восток или Москва, а Китай и Япония. Просто там изначально готовы ее купить дорого, по 7-8 долларов за килограмм, примерно 500 рублей. То есть цена на нашем рынке формируется не у нас, а там, за границей. А вот как цена продолжает формироваться уже на нашем рынке. Возьмем уже другой пример Ментай, самая народная рыба. Пока она доходит от корабля на Дальнем Востоке до столичных магазинов, ее неоднократно купят и продадут. Каждый раз это отражается на цене. Да и сама доставка с Дальнего Востока до столичного региона в основном по железной дороге вызывает массу вопросов. К сожалению, мощности для перевозки рыбы в таких условиях у нас не так много. У нас есть устаревшие рефрижераторные секции, оставшиеся наследство Советского Союза, в которых, конечно же, уже просто технологически невозможно соблюсти и температурный режим минус 18. Рыба, которая лежит ближе, значит, к бортам, она, конечно, уже приходит с другой температурой. Как бы то ни было, рыба доставлена до Москвы, где ее еще более мелкими партиями распродают далее, но снова не напрямую в магазины, а другим мелким трейдерам. В среднем рыба, которая на Дальнем Востоке была куплена у рыбаков за 70 рублей, до Москвы доходит уже рублей за 90 и выше. Уследить, как растет цена далее, не всегда по силам даже контролирующим продуктам. И цена здесь только часть проблем. Чем больше посредников цепочки, тем выше их внутривидовая конкуренция, тем выше степень совершения ими недобросовестных действий, которые в итоге сказываются на качестве продукции. Такая рыба некачественно потепленна. Если она попадает в регион потребления, ее надо распродавать с значительным дисконтом. Но она вынуждена иметь более дешевую цену. То есть пока мы получаем зачастую либо дешевую, но некачественную рыбу, либо качественную, но по более высокой цене. Ну а сколько должна в идеале стоить в Москве качественная рыба? Спросим у главы Росрыболовства, какова формула здорового ценообразования? 70 рублей сейчас она стоит на Дальнем Востоке, килограмм мента. 12, ну 10-12 рублей транспортировка до Москвы, 82 рубля. Значит, ну где-то еще 5 рублей даем на накладные расходы, перевалку. Значит, и все. То есть, ну считайте, в Москве она должна стоить где-то порядка до 90 рублей. Ну а продается она, значит, и по 180, если это какие-то, а есть и по 240. Почему мы не вовлекаем рыбаков активно в пропагандирование, в том числе потребление отечественной рыбы? Почему мы пытаемся, чтобы они стали брендироваться? Да потому что мы их тянем. Честно говоря, мы их просто, ласка на пиджака практически, тянем с тем, чтобы они стали напрямую работать и по логистике, и по торговле. Примеров тому пока единицы. Да и наладить всю цепочку от добычи до реализации, минуя посредников, дело очень непростое. Иначе такое явление, как поставки браконьерской рыбы, уже давно бы ушло в историю. Эти кадры мы сняли в Подмосковье, на территории столичной рыбоохраны. Что это за рыб? Калуга. Или восточная, ситровая. Это вот изъята последняя партия совместно с ФСБ России. Мы работали, и с ФСБ России. Калуга. Некогда считалась самой большой осетровой рыбы. Ее вес может достигать полутора тонн при длине 5-6 метров. По подсчетам ученых, этой амурской рыбы в половозрелом возрасте в природе осталось всего около 2000 особей. Ее запрещено ловить с 1958 года. А это что? Это икра. Изъятая. Вообще же осетровые породы едут в Москву по черным схемам в основном из Дагестана. Например, белуга, которая также является краснокнижной. Ее вылавливать разрешено только в научных целях для изучения популяции или разведения в искусственных условиях. Если по Каспию в научных целях, так как в 2015 году был заключен мораторий между питью государствами и Каспийского моря, 3 тонны давалось, то только в регионе города Москвы сотрудниками отдела по Москве было задержано больше 36 тонн незаконной выловленной рыбы. Статистика. Ну, наверное, сказать, что это маленькая толика было бы неправильно, но это далеко не большой объем всего, что заводится в регион города Москвы. Неофициальные данные по столице. В день сюда привозится около 10 тонн Каспийского осетра, добытого браконьерами, из Дагестана. Региона, который после развала СССР пытается, несмотря на все трудности, вытащить из пропасти рыбную отрасль. Некогда богатейшую в некогда богатейшем регионе. Тарки, Анжикала, то есть жемчужная крепость, порт Петровск, Махачкала. Разные эпохи давали этому месту всегда разные имена, при одной неизменной сути. Это всегда было пересечение стратегически важных торговых путей. И это всегда был порт на берегу Каспийского моря, который в народе не зря прозвали хлебным. Дагестан когда-то славился своей рыбной промышленностью на весь СССР. С развалом Союза ушла и она. До небывалых объемов разрослось браконьерство. На берег уходит. Догоняем. Дай сигнал, чтобы остановился. Правее на перерезе к нему. Остановись! Поймать браконьера задача тоже не из простых. Надо ведь еще доказать, что он браконьер. Это бывает непросто. Они выбрасывают его, так что сильно страхуются. Сейчас много телефонов, все есть. Вот видите, пока мы задерживали, гонялись за этой лодкой. За это время они успевают выбросить. И уже нам тяжело бывает доказать, что именно остров пород рыбы выкинули. Здесь надо откровенно сказать, что и в Дагестане, и на Дальнем Востоке браконьерство помимо откровенного криминала, когда охотятся целенаправленно на краснокнижные породы рыб, это порой тот самый нелегализованный малый бизнес. То есть те, кто может быть и хотел бы работать по закону, но ему не дают такой возможности. А ведь очевидно, в регионе, где испокон веков занимались рыбалкой, если не дать людям ловить рыбу легально, они все равно будут это делать. Легально люди работать сейчас реально не могут. Потому что нет у нас ни структуры, ни регионов, ни оборудовщих заводов. То, что было когда-то в союзное время, нет ни замораживающих устройств, тех же холодильных устройств, нет ни консервных заводов, которые когда-то славились на всю страну нашу. Поэтому тут надо дать все-таки, выстроить эту структуру рыбного хозяйства. И в принципе мы сможем накормить не только Дагестан, но и всю европейскую часть нашей страны. Ну а пока в республике не до конца выстроена структура рыбного хозяйства, в том числе из-за неопределенного статуса Каспия. В отрасли пытаются восстановить то, что было когда-то. Популяцию осетровых пород – это белуга, русский осетр, а также популяцию лосося. Мы более чем уверены, большинство из вас даже не знали о том, что на Каспии тоже есть свой лосось. Она у нас краснокнижная. К сожалению, когда-то и популяция увеличилась. Сейчас мы стараемся восстановить силами федерального агентства, по госзаданию выполняем это задание. И вот сейчас, в ближайшее время, мы будем выпустить около 700 тысяч мальков Каспийского лосося. Помимо этого, у нас заложено в госзадание и мальки осетровые. Выращивают мальков на этом экспериментальном рыбоводном заводе в поселке Приморске. Это как детский сад для краснокнижных пород Каспийской рыбы. В этих бассейнах находится где-то около 300 штук белуг. Это является эндемиком нашего Каспийского моря. Здесь уже не первый год проводится эксперимент по выращиванию маточного стада белуги. То есть особей, которые дадут потомство, которым можно пополнить исчезающее звено в экосистеме Каспия. Но если с лососем это уже получается, то с осетровыми все гораздо сложнее. Это процесс трудоемкий. В этом полувозрении белуга становится после 20 лет. Раньше мы потомство икру получали, его резали, спаривали и получали икру. А сейчас разработана технология получения икры. рыба остается живой, выпускаем, чуть-чуть на даре сделают, икру получают, зашивают, потом выпускают обратно. Остается, можно через 3-4 года обратно. С этой биологической особенностью осетровых и связано их практически полное истребление. Рыба может дать потомство только в возрасте лет 20, как белуга, или 15-17, как русский осетр. С теми темпами вылова он не успевал воспроизводиться и не будет успевать, если не остановить браконьерские потоки. Они, если не остановятся, то хотя бы ощутимо снизятся, когда рыбная отрасль начнет функционировать в должном режиме. Современные реалии рыболовной отрасли таковы. Мы вылавливаем рыбы больше, чем можем ее принять и переработать на берегу. Инфраструктурный голод сейчас ощущается особенно остро. Для большинства дальневосточных компаний за границей остается главным рынком сбыта. Александр Вячеславович, что же ловим-то? Ловим ментай в основном, также ловим селедку, кальмар. Где-то 40% от общего выпуска продукции идет на внутренний рынок, а 60% идет на экспорт. Компания, которой руководит Александр, наследница еще советского объединенного флота Робловецких колхозов, образованного на Камчатке более 40 лет назад. В те годы занимались практически любым видом промысла, с начала 90-х перешли на узкую специализацию ментай, сельдь, кальмар. В порту Петропавловска-Камчатского у них собственный причал, холодильник на 2000 тонн и, что немаловажно, своя ремонтная база. Обычно дальневосточные суда уходят на обслуживание в порты Китая и Южной Кореи и уходят не от хорошей жизни. Если сравнивать с той же самой Кореей, с тем же самым Китаем, где это за последние, ну, в принципе, наверное, лет 10-15-20 это все развелось. Раньше там тоже практически ничего не было. Чему нам стоит поучиться товарищам? Ну, наверное, правительство должно создать благоприятные условия для того, чтобы бизнес развивался. Если бизнес будет чувствовать себя комфортно, то, соответственно, он будет развиваться на той территории, к которой он привязан. Все в совокупе и должно каким-то образом повернуться, прежде всего, лицом к бизнесу. Но если у бизнеса цель заработать, то у государства сделать так, чтобы бизнес приносил и максимум пользы для нашей экономики. И в советские годы, и в 90-е, и сейчас есть целый перечень продукций, которая традиционно идет на внутренний рынок. Несмотря на то, что в Китае и Корее нашу рыбу порой принимают охотнее, чем в российских портах, есть примеры того, как она успешно доходит до наших магазинов. Переместимся в другую точку на карте Дальнего Востока, туда, куда в основном идет большая часть российской рыбы. Владивосток. Город, открытый для внешнего мира всего четверть века назад, когда с него сняли статус закрытого порта, секретной базы военно-морского флота. Сейчас это уже свободный порт, восточные ворота России, которыми не заканчивается, но начинается наша страна в богатейшем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Визитная карточка города, помимо знаменитых вантовых мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, это порт Владивосток, крупнейший в России. В год через этот порт проходит свыше 20 миллионов тонн разных грузов. Вот только причалы, которые еще в советские годы были построены как рыбные, еще совсем недавно рыба и не падает. Да и сейчас тут с одной стороны сгружают металлолом, с другой уголь. Как бы то ни было, именно здесь расположен крупнейший в России рыбный порт. Большому порту большой корабль. Крупнейшая в мире плавбаза Всеволод-Сибирцев возвращается в родную гавань после почти годичного путешествия по промысловым акваториям Дальнего Востока. Это морской завод-гигант по переработке рыбы. Прямо там, где ее добывают. Этот корабль везет в трюмах свежезамороженную рыбу, а также 25 миллионов консервных банок. Все это напрямую, минуя посредников, пойдет на внутренний рынок. Как же так получается? Мы специализируемся на более глубокой переработке рыбопродукции, выпускаем готовые к реализации товар. То есть наш основной потребитель не бизнес-то-бизнес. То есть это мы производим конечный продукт, который готов к реализации в розничной сети. То есть сами выловили, сами переработали, сами доставили и сами еще и продали. Другими словами, здесь речь идет о вертикально интегрированном холдинге. То, к чему и подталкивает современная стратегия развития отрасли. Все просто. С одной стороны, с другой стороны сложно. Мы, получается, выстроили весь цикл от моря до розницы, непосредственно до магазина. Мы для того, чтобы произвести этот простой продукт, в море ее вылавливаем своими судами. В море непосредственно ее перерабатываем, упаковываем. Упаковываем во что? Упаковываем в жестяную банку. Эту продукцию введем и через свои причалы переваливаем, храним, доставляем до магазина. И весь этот сложный процесс мы контролируем. Разумеется, такая схема работы возможна только для больших компаний. И так работают единицы. Чтобы поставить этот опыт на поток, нужны конкретные решения, в том числе и инфраструктурные, чтобы рыбу было куда везти и где переработать. По новому закону о рыболовстве компаниям, которые вкладываются в развитие инфраструктуры, будут выделяться дополнительные инфраструктурные квоты, то есть больше разрешений на вывод. На рыбацком языке это квоты под киль. На Камчатке, которая не связана железной дорогой с остальной Россией, жизненно необходимо современное портовое хозяйство. Чтобы рыба не проходила мимо полуострова, как было еще совсем недавно, а шла через эти берега. Другими словами, порты это связующее звено между морем и сушей. Вся морская рыба, которую мы видим в магазинах, доставляется сюда и дожидается дальнейшей транспортировки вот в таких вот рефрижераторах. По сути, это склад. Только очень холодный. Например, здесь сейчас минус 25, и очень важно сохранить этот температурный режим. Тем временем, на улице плюс 25, а для такого груза, как мы знаем, изменение температуры даже на 1-2 градуса уже критично, поэтому далее вся наша рыба будет путешествовать в таких вот реф-контейнерах, реф от слова рефрижератор. Они бывают двух типов. Большой, в который помещается тонн 26, и малый, тонн на 19. Все сравнительно небольшие. Морозильные объемы, которые на этом причале есть сейчас, 2000 тонн, в перспективе собираются увеличить до 15 тысяч, то есть более чем в 7 раз уже в следующем году. Еще в планах обустроить второй причал. Соответственно, это позволит увеличить оборот рефрижераторных контейнеров, то есть позволит увеличить объемы отгружаемой рыбопродукции именно отсюда, с Камчатского края. По высказываниям наших партнеров, то есть, которые мы отправляем рыбопродукцию, которые посещали нас, когда мы запускали этот проект, Камчатку можно воспринимать как логистическую точку на карте теперь, чего раньше не было. Впрочем, у камчатского бизнеса есть куда более далеко идущий план. С теми инфраструктурными возможностями, которые уже сейчас в совокупности есть в столице региона, пора бы уже наладить работу так, как это давно функционирует у соседей из Японии и Кореи. Ну, как у нас в России говорят, долго запрягаем. Во всем мире работают электронные площадки. Создав электронную площадку, мы максимально сократим цепочку от промышленника до последнего потребителя. Тем самым, государство приобретет прозрачную налоговую схему, а промышленник получит быстрые деньги, не надо будет месяцами реализовывать свою продукцию. Тем более, у нас для этого все есть. Есть модернизированный, современный, десятитысячный холодильник, на базе чего можно делать электронную площадку. Также мы имеем рефрижераторные транспорта, которые могут после торгов доставить рыбу в любую точку. Еще одна логистическая точка на карте уже в северо-западном бассейне. Город Мурманск. По своему расположению Мурманский порт, наверное, вообще не имеет аналога в мире. Во-первых, глубина 70 метров. Во-вторых, и это удивительное явление для Заполярья, эти воды не замерзают намертво даже в самое лютые морозы из-за гольфстрима, теплого атлантического течения. То есть сюда круглогодично могут заходить корабли абсолютно любого типа. Из-за этих уникальных свойств Кольского залива во время Великой Отечественной войны за Мурманск шли ожесточенные бои. Сюда для СССР поступали по ленд-лизу основные грузы. И силы вермахта предпринимали любые попытки сравнять с землей этот порт. Важнейшее значение Мурманский порт имеет и в настоящее время. Свободная экономическая зона с 2010 года. К нему также приписаны все атомные ледоколы России. Рыбная же его часть практически полностью пришла в негодность за ненадобностью. Наша северная рыба тоже долгие годы шла преимущественно на экспорт. Главное, что пришло в негодность, это причал. Характерная для российских рыбных портов ситуация. Любой причал, который делается, он делается под определенной расчетой. И этот порт делал в советское время, как я уже говорил, под рыбные порты. Рыбные порты, они имеют меньшую степень, потому что нет таких больших грузов, как в торговых портах. И суда, как вы видите, рыбные, которые подходят, они не такие большие, как торговые суда. Поэтому он имеет свои какие-то технические характеристики, которые гораздо ниже, чем в торговых портах. И в чем вся проблема у нас за последнее время, что когда из рыбных портов сделали универсальный порт, начали разрушать здесь генеральные грузы, то тем самым дополнительными нагрузками начали разрушать причальный порт. Восстановить рыбные причалы это лишь одна из глобальных задач, возложенных на НАЦРЫБРЕСУРС, структуру подведомственную Росрыболовству. Под ее контроль переходят зачастую самые запущенные объекты, превращают их в современные гидротехнические сооружения по схеме, которая работает во всем мире. Мы сейчас составляем все договоры аренды со следующими условиями, что тот инвестор, кто приходит работать в порт, он проводит капитальные ремонты за свой счет. Это прописано, и основная масса предпринимателей это понимает, и я более чем уверен, что будет выполнять. Тем более, что уже есть примеры, когда рыбные компании сами для себя строят причалы. Зачастую происходило это, правда, не от хорошей жизни. Рыбу было куда проще сдать в соседнюю Норвегию. Не только из-за того, что у нас множество бюрократических препятствий, но и просто из-за того, что банально некуда везти. Формула нет возможностей, создай их сам. Сейчас в этой компании готовятся к тому, чтобы поставлять на российский рынок не только замороженную, но и охлажденную рыбу. А здесь что у вас за ванна с льдом? Это так называемая субстанция жидкий лед. Рыба, как получается, и вроде бы и не заморожена, и в то же время. Это багер-машина, которая филипирует рыбу механическим путем, отделяет криптовую кость. Здесь вы можете видеть, как рыба заходит в супер-чиллер. Что такое супер-чиллер? Простыми словами, это супер-охлаждение готового филе. Филе здесь не замораживается, а доходит практически до температуры замерзания, при этом оставаясь свежей и охлажденной. Одна из задач, которая стоит перед нами, это сформировать спрос на качественную российскую рыбопродукцию на российском рынке. Ту продукцию, которую производим мы, в частности, из мента, из трески, из фикши. Для Мурманской области основная акватория добычи это Баренцево море. Здесь, за полярным кругом, природа создала уникальную экосистему с естественным подогревом. Это гольф-стрим. Это есть глубины Баренцево моря. Мы видим, что Баренцево море относительно мелководное, и оно относится к бассейну Ледовитого океана. Формально, если бы не было теплого течения, это было бы относительно бедное море, как соседнее Акарска. Изучением и вычислением промышленных запасов северо-западного бассейна занимается полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии. Этот институт совместно с норвежским определяет, сколько можно выловить и какой рыбы, например, в Баренцевом море. По треске это один миллион тонн. Почти все распределят между собой Россия и Норвегия. Причем это сотрудничество определено самой природой, которая не знает политики санкций. Вот Баренцево море. Не 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 приходит она в весенние месяцы нерест откладывает икру. Икра у нее пилогическая, то есть она плавает в толще воды. Икра течение у нас работает сюда и сюда и переносит эту икринку в северо-восточном направлении или в северном. Как я называю российскую зону это детский сад. Здесь у нас очень важно растет молоть. Поэтому нельзя сказать, что норвежская зона она важна, а мы не важны. Без нашей зоны Норвежцы тоже не будут. В лабораториях Пинрод-центра досконально изучают откуда пришла та или иная рыба, которая попалась рыбакам в сеть. Собственно и сами сети тут дополняют, усовершенствуют, разрабатывают новые. Мы делаем новую конструкцию, решаем свои частные задачи научные, раскрывать их пока не имеет смысла, пока нет результата получения. Секреты, секреты, понимаем. А еще тут внимательно смотрят, как меняются ареалы распространения промысловых рыб. В этом ученым помогают особенности их строения. Например, вот такие маленькие белые косточки атолиты. Атолиты это орган равновесия рыбы или внутреннее ухо рыбы, слуховой орган. Конкретно вот у меня атолиты пикши. Мы, значит, берем этот слуховой камушек и на сломе разламываем его и на сломе смотрим по колечкам количество колец годовых. Как на дереве. Для специалиста да, понятно, с какого района рыба. помимо вопросов что ловить и где для российской рыбной отрасли остро стоит еще один вопрос чем. Весь рыболовецкий флот России это меньше, чем флот Норвегии. И вполне очевидно, если мы хотим развивать эту отрасль, нам нужно строить корабли. Это Калининград. Весь регион это территория России за пределами основной России. Но именно здесь базируется Атлантический флот. Это форпост нашей страны в Центральной Европе и в стратегическом и в экономическом плане. А еще У нас два незамерзающих порта. У нас большие традиции связанные с образованием, с научными исследованиями и с рыбопромысловой промышленностью. Фактически экономически обоснованные маршруты и в места добычи Атлантического океана и Тихого океана лежат из Калининградской области. Мы гейтвей для мест промысла наших флотов. Еще одна визитная карточка Калининградской области это судостроение и судоремонт. В этом сейчас ее главные принципиальные отличия от остальных богатых морскими традициями региона. Здесь это успешно функционирующая отрасль, представленная десятком компаний, изготавливающих суда не только для России, но и для зарубежных стран, например, Германии, Голландии и Норвегии, у которых, к слову, есть и свои верфи. Самый крупный калининградский судостроительный завод тоже с мировым именем Янтарь осваивает новую для себя специфику. Только недавно здесь получили заказ на строительство трех рыболовных кораблей. Первый обещают заложить уже летом этого года. И это будет своего рода судостроительный дебют, потому что даже в советские годы подобные суда здесь ремонтировались, но никак не строились. Обычная работа тут военные корабли. И большие сторожевые корабли, и гражданские суда здесь производятся боково. И вообще даже во многом похоже, не зря же говорят, что русские не делают, все равно автомат Калашникова получается. А российские военные технологии вряд ли кто может упрекнуть в ненадежности. Может быть именно поэтому, раз пока не говорят про стоимость этих судов, а цена тоже не последний критерий, на старейшем рыбопромысловом предприятии России, Камчатском колхозе имени Ленина, решили заказать для себя в Калининграде пока три рыболовных судна. Это строится по норвежскому проекту. Прототип этого судна стоит вот здесь, громобой. В принципе, мы его и приобрели с этой целью готовить личный состав экипажа, чтобы уже сразу смогли успешно производить лов рыбы на этих судах. За раз они могут доставлять порядка 550-600 тонн охлажденного сырца. Основная задача это будет поставка сырца на берег, на береговую фабрику. То есть будем затачивать именно под развитие прибрежного рыболовства. Ну а кто же будет работать на этих судах? Одна из главных проблем рыбной отрасли Дальнего Востока жесткая нехватка кадров. Местная мореходка выпускает только 5 судоводителей. Четвертых штурманов нету, третьих штурманов нету. Откуда приходится набирать? Приходится набирать с Калининграда, с Владивостока, с Астрахани. Одна из таких кузнец новых кадров, которых так не хватает на Камчатке, находится в 7500 километров к западу. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота в этом году отметила свой полвековой юбилей. Вместе со смежными среднеспециальными учебными заведениями готовят профессионалов от матросов и рыбообработчиков до капитанов, механиков и научных кадров для рыбного хозяйства. Наши курсанты, наши студенты ценятся в основном тем, что они проходят практику на наших предприятиях рыбохозяйственных направлений. На флоте подготовка плавсостава, в частности, соответствует всем мировым и российским стандартам на сегодняшний день. Все по аналогии с авиатренажерами. Полная имитация капитанского мостика. Те же элементы управления на экранах полная иллюзия того, что ты управляешь большим океаническим траулером. Экстремальная ситуация. Вышел из строя герокомпас. Все может быть. Здесь работают не только курсанты. Здесь проходят всю подготовку обязательную, то, что требует конвенция, все экипажи. Вахтенные помощники, вторые помощники, старшие помощники и капитаны судов. Прямо руки. Сейчас выполним разворот. Например, чтобы стать судоводителем, учиться нужно шесть лет. Морское дело вообще одна из сложнейших наук. Хоть и на вид все просто. Магнитный компас, он имеет такое свойство, скажем так, он не указывает на истинный север. Как люди берут компасик, видят Н, ну, север. И они как бы думают, что это правильно. Мы должны выйти на карте из одной точки в другую, при этом учитывать различные погодные условия, дрейф, течение, ветер, гроза, волнение, море и тому подобное. И все эти факторы мы должны учитывать. А также замкнутое пространство, удаленность от дома, от семьи, от берега. Зачастую без связи. В не самых простых климатических условиях, как, например, вот такие. Работать на сутне, особенно рыбу промысловом, психологически, да и физически, может далеко не каждый человек. Впрочем, этому тоже можно научиться, если есть рвение. Вот знаменитый парусник Паллада, учебный. Тут курсантов и учат справляться с тяготами морской жизни. Казалось бы, причем тут парусник и современный рыбодобывающий флот. Николай Кузьмич, прекрасный корабль, вот все, как в фильмах обычно бывает. Почему парусные судна, почему курсантов учат именно обращаться первым делом к истокам? Вы так вопрос поставили, что вроде как даже и ответ уже готовый есть. Сегодня у нас, куда ни посмотришь, одни сплошные коммуникации. Компьютер, сотовая связь, имейл, интернет, но таблицу умножения и алфавит знать надо. Каждый корабль, он управляется человеком, а человек должен быть знающим, понимающим, выносливым, здоровым. Автоматика автоматикой, да, но не мешало бы и руками. И хорошие руки к этому автомату приложите. Хорошие руки есть. Упрекнуть рыбацкое сообщество в неумении вряд ли кто рискнет. Как и тех, кто занимается переработкой, транспортировкой, изучением запасов, подготовкой кадров всем тем, что составляет собой рыбную отрасль России. Чего не хватает, как говорят участники рынка, это понятных и четких правил игры. Работа над которыми непростая идет ежедневно. И государство должно идти навстречу. Мы должны налаживать эти механизмы взаимодействия, убирать излишние барьеры. Но все равно мы считаем, что и рыбаки должны дальше идти в развитие именно своей отрасли. Это рыбохозяйственная отрасль. Если туда не придут рыбаки, то, к сожалению, мы вот эту задачу обеспечения населения именно по нормальной цене, по нормальной цене, в оптимальном режиме, я боюсь, нам будет очень сложно. Но для нашей страны с богатейшими запасами, огромными перспективами роста, эту задачу решить необходимо. А именно научиться всем работать сообща для одной цели. Это наш ресурс, который должен нам, населению России, приносить пользу. Не только полезным белковым продуктом, но и рабочими местами в добыче, переработке, строительстве новых кораблей и их обслуживании. Для экономики нашей страны рыбная промышленность это мощный фактор роста и фактор продовольственной безопасности, который, и этому уже есть примеры, мы можем реально научиться использовать.